10 мая, влог номер 8 Приехал, короче, знаете куда? Узнаёте место? Возле канатной дороги Я жду Артёма, он мне должен отдать вторую камеру Я сегодня буду на другую камеру рассказывать про эту камеру Ну, постараюсь Нет, вы слышите, да? Этот человек 10 метров от меня звонит мне Чё ты мне звонишь? Здорово Я, в общем, забрал Если вы слышите шумы от ветра Вы правильно поняли, у меня нет микрофона Я его одолжил другу Поэтому сегодня снимаю на штатный микрофон Панасоника Хорошая погода сегодня распогодилась Утром было плохо В общем, я приехал на фруктовую 3 Корпус 3 В зал Power Style Чтобы зайти к своему другу Жене Он там тренирует, преподает кроссфит У него там есть немного оборудования Здорово Как дела? Здрасте Хорошая раздевалочка Чё-то не упал, блин, лестницы Сейчас бы травму получил, Жень Куда проворачивать? Тут коридор вон ещё Ух ты Красота Ты считай, тут один В зале групповых программ А тут занимаются, да? Пф, вообще Плафа Смотрите Просто приходите И никого нет Итак, сегодня я вам хотел рассказать Про свой новый фотоаппарат Это Panasonic Lumix G7 Или G7 Как его ещё некоторые называют Почему я купил этот фотоаппарат? Одна из главных причин И самое главное Это Наличие откидного экрана Стандартный объектив для этой камеры Я не стал покупать, потому что он стрём Я купил 1260 Теперь с откидным экраном Я вижу, что я снимаю И снимает И моя камера вообще То есть тут в углу есть красный огонёк Который горит во время съёмки На старой камере я не видел, снимает она или нет Потому что я с другой стороны не видел её Итак, какие плюсы имеет откидной экран? Первый плюс Это Фокусировка касания То есть я касаюсь любого объекта на экране Камера автоматически фокусируется на нём Второй очень важный плюс Я вижу, пишется звук на эту камеру или нет Но это можно отследить только при подключении микрофона Когда подключаешь микрофон Камера показывает диаграмму Я слышу, началась запись или нет Даже когда мой экран закрыт Я нажимаю на эту кнопку И я могу услышать, включилось видео или нет Также этот экран можно перевернуть И не бояться поцарапать как Вы просто можете закинуть его в сумку Я, кстати, одел плёночку на него Купил универсальную плёнку и наклеил На всякий случай Также к плюсам этой камеры я отнесу Отличное качество записи видео в 4К формате Хочу сказать, что каждый кадр у этой камеры Очень резок То есть когда я останавливаю видео На компьютере нажимаю паузу Практически каждый кадр можно вытянуть как фотографию Также несомненный плюс Это наличие Full HD съёмки С частотой кадров 60 На прошлой камере у меня было только HD качество с частотой кадров 50 кадров в секунду Это американская версия фотоаппарата Здесь всё на английском Здесь 30 кадров в секунду 4К и 60 кадров в секунду в Full HD Можно делать слоу-моушен Которые я не делаю Ещё один плюс Это прорезиненный корпус И очень удобная ручка для хвата То есть я могу держать одной рукой Не бояться, что камера вывалится Из рук, как было на прошлой камере Которая была металлическая и плоская И постоянно я боялся, что она шлипанётся И держать проходилось двумя руками Это могу держать одной рукой Размеры и массу этой камеры Я скорее отнесу к плюсам Потому что если вы хотите снимать Качественное видео Вам нужна камера со сменной оптикой От компактов такого не получишь А зеркалки слишком тяжёлые А эта камера по сравнению С тем же Canon 60D, на который я снимаю Полтора может быть и в два раза легче Если снять объективы Также здесь из-за большой ручки Намного больше батарейка Чем в предыдущей моей камере Это означает, что я могу дольше снимать видео И не бояться, что камера разрядится Теперь у меня два аккумулятора вместо трёх Я вот этот уже не менял неделю, наверное Также здесь есть модуль Wi-Fi Вы можете скинуть видео и фото прямо себе на смартфон И выложить в интернет Вы можете удалённо устанавливать камеру Смотреть, как вы смотритесь вдалеке от камеры Если у вас нет напарника, который может посмотреть, как вы смотритесь в кадре Это очень хорошо, когда вы сдаёте комплексы какие-то Либо вам надо отойти на большое расстояние Но вы не видите себя в откидной экран Потому что он и так маленький И фокусироваться, кстати, тоже можно касанием по смартфону Это, пожалуй, все плюсы Panasonic'а Которые я для себя отметил за время использования Я с ним хожу где-то около двух недель Теперь я расскажу про минусы, которые я заметил И первый минус – это гремелки За которые цепляется ремешок В общем, эти гремелки мне не мешают, но я бы убрал Потому что они бесполезны Второй минус – это то, что нужно совершить слишком много действий Перед тем, как начать снимать видео Первый шаг – это включение камеры Второй шаг – это откидывание и повороты крана Третий шаг – разворот камеры на себя И четвёртый шаг – нажатие кнопки записи видео Это немного дольше, чем на моей прошлой камере Это намного дольше, чем на компактах Но это не такой большой минус Потому что в любом случае я перед тем, как начать снимать Всё равно думаю, что я хочу сказать Третий минус – то, что эта камера записывает очень тяжелое 4К Оно занимает очень много места на карте памяти Я заметил, что 1 минута весит 1 гигабайт То есть на моей карточке 64 гигабайта Влезет примерно 1 час видео По сравнению с прошлой камерой На которой можно было полчаса записать и занять 10 гигабайт Эта камера в 3 раза больше занимает места Это не очень удобно при монтаже Когда компьютеру надо обработать эти файлы В общем, тяжелое видео Минусом будет то, что сюда нужно покупать только дорогую карточку памяти Если вы хотите снимать 4К Класса U3 не менее 30 мегабайт в секунду для записи 4К И нужен мощный компьютер Потому что процессор не у каждого компьютера потянет монтаж 4К видео Следующий минус – маленькая матрица Даже на моем предыдущем Canon матрица была больше У меня был формат APS-C Здесь формат micro 4.3 Следовательно, из этого вытекают шумы на видео Шумы на видео можно компенсировать только светосильной оптикой Светосильная оптика стоит дорого Не очень удобно Но пока лето Я снимаю на этот зум У которого светосила 3.5 Пока при солнечном свете не хватает Но в последствии, когда начнется зима, надо будет что-то по светосильной брать, я думаю Потому что я уже вижу в зале иногда шумы появляются, не очень приятно смотреть И последний минус – это небольшой выбор оптики на вторичном рынке для байонета micro 4.3 Потому что эти камеры новые, байонет набирает обороты и на него выбор очень маленький Если вы зайдете в Нижнем Новгороде и захотите купить на авито себе объектив на эту камеру По пальцам посчитаете объявление, которое там есть А если вы захотите купить объектив на Кэнон, то вы будете листать объявления весь день Потому что их очень много Блин, у каждого фотографа Кэнон Я ходил на 9 мая вчера У всех Кэноны Я там один с Панасоником ходил Короче ладно, не будем людей засирать Сейчас будем тренироваться Ну я буду тренироваться, Женек будет смотреть на меня Все, поехали Субтитры сделал DimaTorzok 10 раундов Первые 5 минут я делал запрыгивание на вот эту тумбу Вторые 5 минут я делал бурпи Потому что у меня заболела голень Блин, я не могу стоять на месте Поехали на работу Жека, а как попасть к тебе на тренировку? Просто прийти на фруктовую 3 дроп 3 И спросить Кого? Многополую, Димир Групповые 2 с половиной, 10 тренировок Нормально Нормально Душ есть Раздевалка есть И вентиляция есть Че, хамам еще есть? Хамам и сауна Хамам и сауна Я доехал до работы И просто закончу влог Наташа, что, можно? Все, можно